МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Юлия Важенина. Главные новости страны и Чувашии в репортажах корреспондентов национального телевидения. Смотрите сегодня. Вниманию пассажиров! В Новочебоксарске изменятся маршруты общественного транспорта. Как хобби стало профессией? Житель Чувашии открыл свою столярную мастерскую благодаря соцконтракту. Цветы на фасаде. Здание общежития Института культуры в Чебоксарах украсило яркое граффити. В Новочебоксарске со следующего года планируют изменить маршруты общественного транспорта и перевести их на регулируемые тарифы. Соответствующее решение принял кабинет министров республики. Сейчас в Новочебоксарске для перевозки пассажиров используется 4 троллейбусных и 9 автобусных маршрутов. После 1 января 2024 года будет 6 троллейбусных и 4 автобусных маршрута. На линиях будут работать 34 троллейбуса и 27 автобусов. В целях обеспечения доступа услуг общественным транспортом для населения и ужесточения контроля и соблюдения расписаний предусматривает перевод всех муниципальных маршрутов города Новочебоксарск на регулируемые тарифы. Регулируемые тарифы обеспечат возможность внедрения месячных проездных билетов, пересадочных абонементов, предоставляющих возможность бесплатной пересадки с одного маршрута на другой в течение определенного периода времени. 60 минут с момента оплаты первой поездки. При организации транспортного обслуживания упор делается на троллейбусный транспорт. Планируется обновление парка. Предлагаемые маршруты обсуждались с администрацией Новочебоксарской и населением. По просьбам жителей сохранен автобусный маршрут номер 21. Александр Отяков, Бахтияр Велиев, Республика. Специалисты из Чувашии продолжают строительство котельной на территории средней школы села Андровка Бердянского района. Как продвигаются работы и когда планируется завершение далее. Здесь производятся работы по монтажу, по подготовке для монтажа газовой котельной, которая будет обеспечивать теплом данную среднюю школу. Раньше средняя школа отапливалась электричеством, большими-большими котлами. И они очень страдали от того, что эти котлы не вытягивали. И в школе было холодно. В августе сюда из Чувашии привезут модульные котельные. В планах завершить строительство к первому сентября. Всего до начала отопительного сезона в Бердянском районе наши специалисты планируют запустить шесть новых котельных. Работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Чувашии и администрацией Запорожской области о шефской помощи Бердянскому району. Песнями поднять боевой дух с такой целью в Запорожье к нашим бойцам ездил артист Чувашской эстрады Юрий Петухов. В республике он известен под псевдонимом Кашкар. Уехал артист 14 июля в сопровождении гуманитарной помощи. Тогда из Чувашии в зону СВО отправили автомобили, бревна и продукты питания. Я должен был туда поехать, говорит певец. Юрий очень хотел встретиться с земляками, поддержать их и воодушевить на победу. В репертуаре у артиста пять патриотических песен на чувашском языке, которые под гитару он спел вместе с бойцами. Там же Юрий Петухов сочинил новую песню, первыми слушателями которой стали наши бойцы. Они попросили отправить ее запись, чтобы переслушивать в свободное время. Я им обещал, что отправлю им. Но хотел бы самому еще раз съездить туда. Вот у меня обязательно надо съездить, потому что очень надо ребятам. Хотя бы чуть-чуть, но это же помощь. В глазах видно и злость, и тоска немножко. А вот страха такого какого-то не было. Молодцы ребята, держатся. Круто. Спасибо за поддержку вашу, за вашу песню. Очень красивая и душевная песня. Спасибо, командиры. Вам спасибо за помощь. Как узнать дату проведения капитального ремонта дома? Можно ли перенести его на более ранний срок? На эти и другие вопросы отвечали специалисты во время прямого эфира Минстрою Чувашей и Центра управления регионом на площадке паблика Чувашской Республики в соцсети ВКонтакте. Когда в нашем доме проведут капитальный ремонт? Так звучит один из самых популярных вопросов, которые жители Чуваши присылали специалистам во время прямого эфира. Очень много площадок. Это можно уточнить на сайте самого фонда капремонтов. ВКР21.ру можно посмотреть на сайте Минстроя, Минстрой.кап.ру, Минстрой Чуваши. В целом, если вы забьете в интернете капитальный ремонт дома, вас автоматически даже в поиске переведет на ссылки. Найти эту информацию в ближайшее время будет еще проще. Во время прямого эфира анонсировали запуск нового сайта фонда капитального ремонта, который будет более удобным и информативным для жителей. Если зайдя, допустим, на страницу «Мой дом», нужно будет посмотреть не только, когда у вас ремонт, сколько у вас собрано денег по дому, сколько израсходовано, на что израсходовано, кто был подрядчик. Где-то в начале сентября мы данный сайт запустим. Еще один популярный вопрос – можно перенести сроки капремонта на более ранний срок. По словам специалистов, это реально, если сумма взносов по дому составляет не менее 95%. Для этого жителям необходимо провести общее собрание собственников жилья и обратиться с протоколом собрания в Минстрой Чуаши или фонд капремонта. Затронули в ходе прямого эфира и вопрос задолженности по капремонту. На сегодня долг собственников по взносам составляет более 600 миллионов рублей. Эта сумма позволила бы дополнительно отремонтировать порядка 200 многоквартирных домов. Милиана Алексеева, Антонина Борова, Республика. В здании администрации Канажского округа загорелся актовый зал. Такой была легенда тактических учений канажских пожарных. В здании окружной администрации горит актовый зал на первом этаже. Согласно легенде учений, такое сообщение поступило в пожарную охрану города Канаж. Спустя несколько минут на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. 70 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Еще троим понадобилась помощь. Три человека были спасены звеньями газозащитной службы. А также один человек был спасен с верхнего этажа здания по автолестнице. В учениях задействовали 15 единиц техники и 60 человек личного состава. Пожарные сработали грамотно и эффективно. Вся цели учения достигнуты, отметил начальник главного управления МЧС России Почувашской Республики Валерий Зеленин. Ольга Пырычкина, Республика. На госуслугах начался прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов в рамках осеннего призыва. Подробности у эксперта линии правовой поддержки компании «Гарант». С 24 июля по 8 августа сотрудники IT-компании могут подать через госуслуги заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва. Работодатель увидит заявление сотрудника в своем личном кабинете на портале. Если данные верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. От одной организации может быть подано несколько списков. Ведомство также напомнило о критериях, которым должны отвечать специалисты, претендующие на отсрочку. Например, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня попадающих под отсрочку, работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года. От лобзика, который принес одноклассник на урок трудам, до собственной мастерской с множеством заказов. Такой путь прошел Алексей Стихарюк. Он уже много лет занимается столярным делом, а открыть свою мастерскую смог благодаря соцконтракту. Стихарюк. Для детской комнаты сделать полочки разноцветные, чтобы ребенок мог по этим полочкам машинкой катать. Ей все понравилось. Естественно, фото опубликовали. Спустя время пришел второй заказ на подобную конструкцию. Именно эти полочки получили большой спрос, а заказы начали поступать из разных регионов России. Стало понятно, надо двигаться дальше. В 2021 году от друга Алексей узнал о соцконтракте. Быстро собрал документы, успешно подготовил бизнес-план и получил поддержку в размере 250 тысяч рублей. В 2021 году осенью я получил соцконтракт. Приобрел необходимое оборудование. Это циркулярная пила, рейсмус и фуговальный станок, система аспирации и шлифовальный станок. Благодаря этому сейчас Алексей делает вот такие большие игровые комплексы с множеством интерактивных элементов для развития детского воображения. Их заказывают даже из-за рубежа. И таких успешных примеров в Чувашии немало. За три года по соцконтракту поддержку получили 2500 жителей. На открытие своего дела можно получить до 350 тысяч рублей. Чтобы заключить социальный контракт, нужно обратиться в отдел соцзащиты или подать заявление электронно через портал госуслуги. Анна Цинтоска, Алексей Зотиков, Сергей Емельянов, Игорь Зверев, Республика. Общежитие Института культуры в Чебоксарах украсило яркое граффити. Свой эскиз на стену перенес художник Новочебоксарска Станислав Маков в рамках фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАрт». Главные темы этого года – учитель-наставник знания. Талант – это семя, которое нужно взрастить. Именно эту фразу Станислав взял за основу своего граффити. В центре картины – руки учителя, которые вырастили цветок. Он окреп и зацвел. Через такую метафору автор хотел показать. Наставник помогает ученику раскрыть свой потенциал и реализовать самые смелые мечты. О конкурсе «ФормАрт» Станислав Маков узнал в соцсетях. За пару дней нарисовал эскиз, отправил заявку и в итоге прошел финал. К созданию росписи на стене Станислав приступил 21 июля. Сейчас осталось нанести последние штрихи. В этой работе отражается мой личный опыт. У меня были хорошие учителя, которые привили мне любовь к творчеству. Для меня было интересно попробовать на таком формате. И у меня имеется опыт росписи фасадов, но с таким масштабом я еще не сталкивался. Голосование за лучшую работу при Волжье пройдет в августе на сайте фестиваля. Ссылка на ваших экранах. Это главные новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова